Вы знаете её имя, вы слышали её голос, теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж-тайм». Всем привет, добро пожаловать в программу «Стриж-тайм». В ближайший час по обыкновению мы с вами проведём вместе пашенца и честь вашей красоте. Ксюша, салфет вашей милости. Ах, а в гостях у меня сегодня в предпраздничном настроении, в предвкушении большого концерта и вообще просто. Просто красавица, замечательный музыкант. Светлана Сурганова. Сурганова оркестр. Говорите, говорите. Ты тоже неплохо звучишь. Ты просто без наушников сейчас была. Привет, Света. 555 лет мы не виделись. Примерно. Да, ну, конечно, информационный повод есть. 15 лет оркестру. Да, мы сейчас как раз вот слушали песенку. Да. Была мечта, вот она была записана 15 лет назад в нашем дебютном альбоме «Неужели не я?». И, конечно, сейчас я это слушала и думала, такие серьёзные метаморфозы произошли в сознании, в музыкальной подаче, в аранжировках. И я надеюсь, вы сегодня сможете в этом убедиться и почувствуете разницу. Вообще не изменилось. И нам же можно не только слушать, но и смотреть. Пожалуйста, потрудитесь, посмотрите и увидите, что совершенно не изменилось. Спасибо, это комплимент. Ну, я могу сказать не комплимент. Я глубоко убеждена, что вообще люди с возрастом должны становиться лучше и красивее. Если происходит наоборот, значит, гови он человеку. Ну, или что-то он там недопонял и что-то не так делает. Ну, это одно и то. Ну, просто ты долго объясняешь. А на самом деле, вот я это вот так вот сказала и всё. Единственное, я, конечно, еду по Москве, очень много висит вот 15-летие, афиш. 1 декабря вот большой концерт, да? В Крокус-Сити-Холл, да? Да, 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 да. Большой концерт. Единственное, я не знаю, то ли это моя старость, то ли у меня проблемы с математикой, а это было всегда. Откуда 15 лет? У меня полное ощущение, что в составе «Ночные снайперы», по-моему, 2004 год, вы были на одном большом рок-фестивале небезызвестном, там, не важно, да, то ли в Тверской области, то ли где. Вот, и вы... В четвертом уже не были. Не были? Да, во втором могли быть ещё даже немножко в третьем, а в четвертом нет, вряд ли. Точно, да? Да, да, да. То есть это значит, что у меня что-то с памятью. С дробями что-то. Нет, ну просто с такой информационной насыщенностью, в таком информационном богатом поле, в котором ты живёшь, это совершенно не мудрено. То есть с третьего года считается день рождения, да, ну как отчёт сурганов. Ну, 26 апреля 2003 года мы дали первый наш сольный концерт, это была такая есть у нас концертная площадка, концертный зал у Финляндского вокзала. Да. Вот, это был наш первый сольный концерт, и, собственно, вот эта дата является датой основания коллектива уже сургановый оркестр. И нам в этом году 15 лет. Ну, этот год вообще 2008 очень урожайный. 18-й, извините. Не только у меня проблемы. 2018-й год. Вот, такой урожайный получился на юбилее. То есть мало того, что 15 лет сурганового оркестра, идём по возрастанию 25 лет ночным снайперам, и полтинничек, простите, вашей покорной слуге. Так что, три в одном. На самом деле, я вот так смотрю на своих приятелей, коллег, друзей. Праздник за праздником. И чем дальше, вот, с 16-го начиная, и чем дальше, тем вот, что не человек, то юбилей, то праздник. То какой-то, если юбилей не личный, то, значит, творческий, если там не творческий, то что-то ещё там, как это, ну, и какой-то там юбилейный альбом там, или ещё что-то. У Лёни Агутина тоже 50 лет, я видела сегодня афишу. Да, ему 50, при Пресному, у них 100 на двоих, у них, они, как, великие друзья. Вот, то есть у нас вот, когда приходит человек, праздник каждый день. Что не человек, то праздник. Да, что не человек, то праздник. Конечно, это ещё не скоро, крокус 1 декабря, хотя, как сказать, вот только что я плескалась в море, а уже полтора месяца. Да вот только июнь начинался. Да, 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 в том-то и дело, поэтому крокус это ответственно, у тебя, по-моему, не первый концерт в крокусе, то есть это не страшная для тебя площадка. Не страшная, не знаю, ничего не может быть страшнее Кремля, да. Вот на десятилетии мы играли в Кремле, уж как я его боялась, ух, как я его боялась. Нет, но дело в том, что его пропитывают, 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 пропитывают музыкой, а всё равно съезды побеждают. Но пока живо наше поколение, пока мы помним 26-й съезд КПСС, пока это доминанта будет. Мы прервёмся. Ненадолго. Ненадолго. Ещё раз всем привет, Светлана Сурганова, если вы только что к нам присоединились, мои сегодняшние гости. И, в принципе, не так сейчас у нас по времени большой промежуток, поэтому я думаю, ну, выхода в эфир, поэтому я думаю, что стоит добить тему концерта, который 1 декабря, да, 15? У нас что-то, да, ну, уже, наверное, идёт подготовка же, правильно, я так думаю? Да, вовсю. Это будут какие-то приглашённые люди или это будет полностью только твоя программа? Да, была идея пригласить, и было кого, и всех, кого мы пригласили, приняли живое участие и дали свой положительный ответ. Концерт, но через какое-то время я поняла, что, наверное, это мой будет такой, только наш концерт, такой маленький отчётный концерт, даже не за последние 15 лет, а за последние 5 лет, потому что у нас был первый большой отчётный концерт, как мы упомянули в прошлом блоке, да, в Кремлёвском, Дворце съездов. На дворце, да, оно так всё равно и есть у меня, дворец. Да, десятилетие. В этом году Крокус Холл Сити, и скорее это будет такой отчётный концерт за проделанную работу за последние 5 лет. Вот, какая новинка, мы наконец-то выступим с оркестром, и я хотела, чтобы на афишах было написано Сурганова «И таки оркестр!» И таки. И таки оркестр! Вот, сейчас нам прописывают аранжировки, оркестровки прекрасный, очень тонко чувствующий музыкант, композитор, скрипач Игорь Заливалов, потомственный, кстати, скрипач. Это будет эстрадно-симфонический оркестр. То есть это так много людей? Да, ну, человек 40-50. О, это всё. Вот, это будет интересное, полифоническое такое звучание, новое для нас. Хотя несколько лет тому назад у нас был проект под названием «Игра в классике», где мы играли, гастролировали с квартетом, с струнным квартетом. Теперь будет большой настоящий оркестр с духовой секцией, естественно, со струнной секцией. Многие вещи преобразятся, многие песни преобразятся. Не, ну, просто приглашённые друзья померкнут рядом вот с... Поэтому, да, мы решили не рисковать, никого не расстраивать, заведомо. Вот, подумали, попробуем справиться своими силами. Ну, что касается сегодняшней нашей встречи, то и будет премьера песни. Это просто песня или это новый альбом. Я просто действительно 555 лет не виделись, как я говорила, я немножечко потерялась, что чего происходит. Будет новинка сегодня. Это песня совершенно нетипичная для нашего творчества. Это, скорее, такая шутка. Просто мы решили поэкспериментировать, просто решили поиграть с жанрами. Захотелось написать просто лёгкую, смешную, не попасть в слово, дурацкую песенку. Даже не песню, песенку. Вот. Ну, как свойственно нам, мы подошли очень обстоятельно. Я, к слову, вообще очень трепетно отношусь. И даже в шуточной песенке я хотела, чтобы присутствовало изящество и тонкий юмор. Ну, такая культурная столица, ёмор. Никуда не деться. Вот. И она получилась такой, что мне за неё абсолютно не стыдно. Более того, мы даже сняли на неё клип. Такой смешной, танцевальный. Я насмотрелась этим летом Майкла Джексона. Почти каждое утро под него я делала зарядку, смотрела его лайвы. Так этот год юбилейный. Я потом поняла, да, 60 лет, что 10 лет его как с нами нет. Вот, как что-то вот в пространстве было, и я вот, как началось лето, я начала под него делать зарядку, танцевать. И потом, да, вот, оказывается даты. Его юбилейные. День ухода, день прихода. И мне так захотелось что-то тоже танцевальное явить. Причём мы никогда этого не делали. У нас, в принципе, мало клипов. Что-то модное. Не модное, нет. Наоборот, тоже так же нелепо, смешно, как сама песня. Я считаю, на этой интригующей ноте нам надо прерваться, потому что, если вы думаете, что сейчас будет эта песня, то вы ошибаетесь. Ошибаетесь. Чуть позже она будет. А сейчас мы будем зарабатывать деньги. Томитесь, томитесь. Стрештай. А Светлана Сурганова, мой сегодняшний гость, пришли кое-какие фанаты волнуются, пришли вопросы. День после концерта. Одна из моих любимых песен. Это день после карнавала. Вон что-то. The day after. Ну, такая. Пасёйся, потапасю. На португальском языке. Очень грустная песня. Ну, неважно. День после концерта. Чем он отличается от других дней? И как вы восстанавливаетесь после таких концертов, как, например, был в Крокусе, о котором мы говорили? Где все отметили вашу огромную отдачу энергии в зал. Галина Метёлкина. Спасибо, Галина. Хорошо, это ВКонтакте. Который именно вот 14 ноября, ну, собственно, в день рождения, когда полтинничек стукнет, будет проходить в Екатеринбурге. Вот. Это будет один из первых концертов нашего заезда. А следующий будет сразу Челябинск. Ну, это рядом. Это рядом, но всё равно. Это 200 километров. Это же рядом. Вот как понять логику нашего дорогого, уважаемого директора? Негуманно, негуманно. А так, ну, первые, как говорят, сложно первые 15 лет. Так вот, первые 15 лет было очень тяжело восстанавливаться. И каждый концерт, это было мероприятие, которое требовало дня два-три восстановления. То есть мне нужно было молчать, ни с кем не общаться. Я первые часы просто в лёжку лежала. Депрессия. Прямо реально, вот прям депрессия. Это опустошение. Это когда вот к чему ты готовишь, что у тебя есть, а потом раз, и всё. А что дальше? Ну, такое мимолетное. Ну, и мысль вот эта вот, и чё? Вот. Ну, великое дело практика. Точно, человек привыкает ко всему. И из года в год, из концерта в концерт, потихоньку научился не то, чтобы входить в какой-то энергосберегающий режим во время концерта. Нет, а просто действительно научился правильно себя вести после концерта. Во-первых, конечно, не бухать. Извините, не пить. Много, по крайней мере. Нет, это зло. Вот. Во-первых, пересыхает дико во рту, и невозможно... Водный режим, кстати, очень правильно. Нужно как можно больше пить водички, мне сейчас очень помогает. И, конечно, желательно принять душ. При всей благодарности к моим дорогим слушателям, нашим почитателям, нашим фанатам, конечно, человеческое внимание, вещь очень серьезная, и его нужно смывать. Я обязательно, как бы не устала, но после концерта обязательно нужно под водичкой постоять. Вот это очень оздоравливает, это дает возможность восстановить силы. Вообще помыться неплохо. Да и вообще помыться, да, неплохо, потому что не потеешь. Баньку тогда сразу. Нет, банька, у тебя на сцене банька. Да, но я не знаю, банька, это очень на любителя, я не знаю, вот, я не понимаю кайфа бани. Вот мне это... Я все время, если хожу в баню, вот, сижу в предбаннике и пью пиво там, а они парятся, пусть, и все. А я люблю турецкую, турецкую, она не такая жаркая, она мокренькая, влажненькая, я люблю, когда влажненькая. А потом, чтобы обязательно в купель, плюс 13 градусов, вот это вот. Для меня банька имеет смысл, когда вот есть вот эта контрастная среда. Ну, да. Так что, не, банька, это хорошо. Ну, а смотри, а перед концертом, вот я сразу вспоминаю, один из моих любимых фильмов, театр, да, ну, это и вещь грустная, а фильм получился комедийный, вот, а вещь-то вообще трагедийная сама кинота, в смысле книга. Вот, ну, да, 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 вот, и там она за день с утра перед премьерой, перед спектаклем, она все раскидывала, всем трепала нервы и все такое, она этим самым заряжалась, то есть вот это вот все. Вот, кто-то приходит за два часа, где-то сидит в кулисах, кто-то, наоборот, влетает за пять минут, чтобы не перегореть, ничего, быстро, и все. Вот у тебя перед концертом именно, у тебя какое сосредоточение? А вот как, могу перепутать, Мик Джаггер, да, он заказывает беговую дорожку и еще полтора часа перед концертом разминается на беговой дорожке. Вот это сильный человек, тоже непревзойденный. Человек жула. За два часа, нам приходится даже за четыре часа уже быть на площадке, пока саундчек, пока, то пока, все. Раньше тоже очень переживала, если меня кто-то отвлекал, если какие-то, не дай бог, интервью, какая-нибудь говорильня, какие-нибудь эфиры выматывала. Я потом уже стала просто умолять, говорю, пожалуйста, не ставьте в день концерта, большой какой-нибудь концерт, не ставьте мне никакие эфиры, никакие интервью. В общем, это дело выматывало. Опять же, со временем, и это прошло, человек ко всему привыкает, то есть великое дело практика. Сейчас я могу делать все, что угодно. Говорить перед концертом, давать интервью, проводить часовые саундчеки. Это неизбежно, когда так называемый там тур или череда просто концертов вот в разных городах, все равно приезжаешь, естественно, кто-то, какой-нибудь пройдурок, мой коллега из местной радиостанции, он же хочет, чтобы в дневном эфире была у него Сурганова, а вечером уже концерт, а он такой первый вот с ней уже пообщался, а потом на концерт и так далее. И отказывать это, ну, конечно же, нет. Это просто режим работы, это входит, так сказать, в обыденную... Единственная потребность, которая с годами все больше и больше становится актуальной, это потребность в сне, в достаточном количестве часов сна и в качестве сна. Вот, я тут узнала, что надо спать обязательно в темноте. Оказывается, это очень важно. Матушка. Наш полтинник, самое главное, это сон. Точно могу сказать, я полтинник уже проехала, поэтому все. Так, и вот мы подкрались к песне вот этой. Фурия. Фурия, песня, о которой мы говорили. Водители фур. Пламенный привет водителям фур. Мы бы вам показали, конечно же, и клип бы на эту песню, но он чуть позже. Чуть позже. Он в монтаже, пока. Он пока в монтаже. А сейчас слушаем. Фурия. В эфире Стриштайм. Классная песня. Все там есть. И для рингтона. И для танцев. И для танцев, и для шманцев. Отлично. И фотографию, которую мы поставили, поскольку клип еще не готов окончательно. Смотрю, там, блондинка жгучая сейчас. Хочу тебе сказать, вот такой цвет, я не знаю, это твой цвет или нет, но тебе так лучше. Спасибо. Натуральное. Вот прям все мое. Мои года, мое богатство. Супер. Вот просто супер. Я вот жду, когда я буду вся седая, и тогда перестану тоже подкрашиваться. Потому что, когда пятна мне не очень красиво. Седая, это когда брови, что ли, поседают? Бакенбарды, Паш, бакенбарды. Вот, вот, вот. Уринский шел от нас, вот фотографирует здесь фотосессия, да, у нас. Вот. Вот у нее сейчас естественная вот эта... Такой соль, перец, перец. Да, соль, перец, да. Вот, вот, когда у меня будет, ну, она и постарше, поэтому я еще подожду так. Насколько ты относишься, и вообще относишься ли, и насколько ты активна, вот, в соцсети? Сейчас уж без этого никуда. Полный пассив, извините. Нет, потому что это действительно так. Я же сама как-то, ну, с недавних пор, но активничаю, так скажем. И вот себя я как-то на тебя нигде не наталкиваюсь. Да. Не сетевой я пока человек. Есть чем заняться. На это-то еще времени на творчество толком не хватает. Есть специально обученные люди, которые ведут и наши сайты, даже страничку в Фейсбуке, Инстаграм. Да, так вот, так вот, есть вопрос, кстати. Вы вывешиваете там свои фото по поводу ВКонтакте, что ли, или где-то в интернате. В общем, я не знаю, официальный сайт. Я не знаю, где. В Инстаграме, наверное. Да, вот этим занимаются. А сайт, он не может быть в Инстаграме, потому что... Не сайт, а вот в Инстаграме. Там просто... Вот видите этих замечательных людей. Да, да, ну, неважно. Страница в Инстаграме. Страница в Инстаграме, да, неважно. Поклонники обсуждают, комментируют. Вот, это... А вы вообще в курсе, что там вы сказали? Ну, потому что основной поставщик этих фотографий все-таки... Это я зачитываю вопрос. Да, да. Просто как бы основной поставщик этих фотографий все равно являюсь я, или там мои друзья. Не полезь, не полезь, не полезь. Сама все ведешь, надо так говорить. Это вызывает уважение. А, черт, кажется, я спалилась. Как неловко-то получилось. Ай-яй-яй. Нет, признаюсь честно, все это делает Леночка. Но какая разница-то? Все равно информация и все фотки, все, вот это мы делаем сами. А почему? Это консерватизм или лень? Это все вместе. Или ты не понимаешь, или ты не понимаешь смысл этого реально? Потому что я тоже не понимала, а сейчас я врубила. Вот прям все вот как сказала, так оно есть прям по пунктам. Во-первых, лень, конечно. Во-вторых, не понимаю особого смысла. Но, по крайней мере, я не понимаю смысла вот в таком объеме огромном, как это сейчас принято, там каждый пункт, извините, выставляется на показ всему миру. Мне кажется, что афишировать и вообще надо вылезать с какими-то, ну, интересными, значащими событиями. Все остальное, значит, ты просто отнимаешь у себя время и, главное, время у других людей. А я стараюсь бережно к нему относиться, ко времени. Как к слову, так и ко времени. Вот. Я не хочу не отнимать ничего времени. Люди, живите своей жизнью. Не надо моей жизнью жить, живите своей жизнью. А если что-то случится важное в моей жизни, вы первые, кто об этом узнаете. Вот кто... Вот мы с тобой наивные чикотские девушки. Мы думаем, что вот у людей мы отнимаем время и все. У них этого времени больше, чем нам кажется. И они только и делают, что ждут что-то вот. Ну, это парадокс, но это так. Они заблуждаются. Они скоро поймут, что этого времени у них очень немного. Это ты заблуждаешься. Ты думаешь, что твои новые песни больше интересны, чем то, чем ты позавтракала? Я думаю, что все-таки новые песни интереснее, чем я позавтракал. Тем более, что я завтракаю почти одним и тем же. Нет. Ну, вот видишь, это действительно заблуждение. Это очень горько. Я уже отплакала свое по этому поводу. Но это действительно так. И к вопросу о критике. Где интернет, там и обязательно ведь найдется какая-нибудь... Заноза. Какая-то заноза, которая постоянно говорит, да, Сурганова уже не та. Или что-нибудь в этом вроде. Да, я не та. Я еще лучше стала с годами. Нет, вообще критики. Я как тот коньяк. Да, да, да. Ну, вообще критики как? Ну, спокойно, трезво, здравомысленно, по крайней мере, мне так кажется. И, собственно, поэтому я еще не особо сижу в соцсетях. Не хочу вот эту всю историю читать. Портить настроение. Отравляться, да, портить настроение. Я знаю, у меня свой путь. Я уже поняла, что уж, коль я столько лет наплаву, значит, это кому-то нужно. И значит, это все оправдано. И мое дело просто самосовершенствоваться, становиться с годами лучше, глубиннее, осмысленнее, интереснее, ну, в хорошем понимании творчество интереснее. Поэтому распыляться и тратить свое время вот на это, ну, так скажем, очень дозировано. Очень дозировано. А за 15 лет сильно как-то изменился, трансформировался состав оркестра? Я имею в виду название оркестра. Название осталось. Некоторые члены коллектива сменились. Но ядро осталось. Валера Тхай. Это форева. Да, аржировки и вообще наше все. Михаил Тебеньков. Труба, клавишные, саунд-дизайн. То, что вы сейчас послушали, фурию, это тоже его работа как саунд-продюсера. Вот, новые ребятки Соколов, Сергей, барабанщик, Никита Межевич, клавишник и Денис Сосин, бас-гитарист, гитарист, композитор, аранжировщик. Ужасно талантливые. Вообще все, кстати, без исключения, очень талантливые парни, полиинструменталисты. Все питерцы? Нет. Понадергала. Нет, в основном, вот, кстати, в основном Челябинск. Вот у меня двое из Челябинска, да, Никита и Сергей, это Челябинские. Мишка Киров. И кто, значит, ну, Валерка Питерский. Да, Валерка Питерский, звукоператор Димочка Степанов у нас, питерский интеллигент. Кого забыла. А так Урал рулит. Да. Да. Хорошо, давай прервемся. В эфире Стрештай. Светлана Сурганова, мой сегодняшний гость. Свет, а ты вот такой прямо вот питерец-питерец человек такой, да, вот, прямо вот фанат. И никогда даже мысли не было, ну, хотя бы попробовать как-то перебраться, ну, например, в Москву. Аж после Питера, я так думаю, что, ну, либо Флоренция, либо Амстердам, либо... Марс. Либо Марс. Либо Москва. Нет, я имею в виду, там, либо по внешнему виду, либо по большей движухе, что ли, вот так вот. Вот, вот, расскажи свои взаимоотношения, свое... В этом, в эту поездку вот сейчас эти несколько дней, когда я здесь нахожусь, в Москве, разъезжая по разным эфирам, встречаясь с прекрасными людьми, вот, я обратила внимание все-таки, какой красивый широкий город, особенно в вечерней, в фонарях эти подсветки на домах. Все это оценивают, кроме москвичей. Нет, вот, мне нравится, я москвичка, мне нравится, но я знаю массу, вот, мои друзья, коренные москвичи, они прям плюются налево и направо, я не знаю, я говорю, посмотрите, 90-е годы, вот, какой-нибудь сериал включите, какой-нибудь дурацкий, посмотрите, какой был город. Это был ад адский, просто, вот, все в каких-то растяжках, каких-то совершенно жутких. Нет, Москва преобразилась, Москва широкая, просторная, богатая, вот этот сталинский ампир, потрясающая архитектура, я обожаю, вот этот период в архитектуре, такая основательность. Но Питер тебя вдохновляет, наверное, да? Вот, но жить я буду, конечно, в Питере, да, я питерская, от мозга до костей, и, как я раньше говорила, от мозга до костей в детстве, да, и если говорить о каких-то других странах, ну да, мне симпатична Швеция, мне симпатична Швейцария, но это не значит, что я хочу там жить. Мне нравится там бывать, я с удовольствием езжу в Португалию, но не более. Нет, я, конечно, питерская, болотная, вот это вот, я водяной, я водяной, никто. А в чем у тебя вдохновение, вот кроме музыки, потому что, я уже несколько раз говорила и повторяюсь, мне немножко тревожно, когда вот человек говорит, что вот любите ли вы театр так, как люблю его я, а потом у меня только музыка, творчество, я сплю, ем, все, я делаю только в студии и так далее. То есть, ну, мне немножко тревожно, что у человека больше как-то ничего нет, какого-то, чего-то такого, знаешь, какой-нибудь дурацкой привычки, или вот как называется мой спектакль, моя программа, дурные наклонности, какие-то самое странное, но почему-то, знаешь, на следующий день после концерта люблю стричь кукол, знаешь. Вот это, есть какая-то такая загогулина, да. Не могу без набережных, не могу без тех улиц и домов, где живут или жили мои дорогие друзья, любимые, к сожалению, многие уже ушедшие. Вот, я человек очень сентиментальный. А ты вот так пешком гуляешь? Обожаю. Нет, смотри, вот на то, что ты, вот мне никто не верит, я очень люблю гулять, я просто сажусь в метро, еду до центра, и сейчас там вообще роскошно, вот гуляйте, хотя я, вот, ну как же тебя узнают, я говорю, ты же прекрасна. Вот, я люблю гулять. А сейчас, когда я перебралась за город, я живу во Всеволожске, буквально там 9-12 километров от Када, каждый выезд в центр просто праздник. Очень освежились рецепторы, визуальные, какие угодно, обонятельные. Вот, и я приезжаю в центр, и я другими глазами смотрю, и я с каждым приездом все больше и больше влюбляюсь. Мой город. Вот, и как мне вот когда-то бабушка с мамой вот внушили эту мысль, что вот человек, где родился, там и пригодился. Вот ты должен славить это место, ты должен делать его лучше собой, своей судьбой, своим трудом, своими мыслями, своей как-то духовной работой. Вот, поэтому, конечно, я за Питер, я вообще в целом за нашу страну, за Россию. Я люблю Россию, я никуда отсюда не уеду. Я очень надеюсь, что все наладится, и что процент здравомыслящих, красивомыслящих, щедромыслящих и умеющих работать людей, с каждым годом все будет больше и больше, и что подрастает здоровое, хорошее поколение, которое тоже будет любить эту страну, и будет все делать для ее процветания. Вот это я сказала. Ну, ты понимаешь, ты же входишь в полтинник. Это уже новые песни получилась практически. Здравствуйте. А все это уже... Ну, совершенно искренне, кстати. А уже все, вот сейчас надо ставить точку так, чтобы, знаешь... Нет, еще не надо, обольщите. Нет, естественно, я знаю, что не надо. Не отпустим пока еще. Да, как ты относишься к фестивалям? Потому что, ну, это такой все-таки задор молодых. Как мне кажется, а потом есть... Мне кажется, что ни один концерт так не высасывает энергию, силы и все, как одна песня или две, которые ты поешь в сборной истории, фестивальная и так далее. Насколько больше радости или больше усталости от них, если ты вообще принимаешь участие? Ну, сколько лет мы принимали в нашествии, и надеюсь, что на 20-летие тоже будем принимать участие. Раньше очень не любила, очень их побаивалась. Действительно, очень энергозатратное мероприятие для меня было. Опять же, говорю, все изменилось. И к этому тоже я привыкла, как-то адаптировалась. Фестивали нужны, действительно, это дело молодое. Вот, и где молодым себя проявить, как не на таких вот больших фестивалях? Но кто туда придет, если не приедут старики и разбойники? Опять же, да. Да, и если группа актуальна, и если она еще может послужить такой заманушкой на какой-то большой фестивале, то значит, ну, еще не все так плохо. Это как показатель твоей актуальности. А кто твоя команда? Сейчас я имею в виду не в смысле, естественно, творческая, это твоя группа, это директор от администратора до барабанщика, да? Вот, а имеется в виду, вот, с кем ты дружишь? Кто составляет? Я имею в виду, вот, я не знаю, ты дружишь с кем-то из школы, из, там, института или где-то там училась. Вот, у тебя есть какие-то друзья, вот, которые тебя помнят, там, я не знаю, пионеркой, там, я не знаю, комсомолкой? Есть такие друзья. Октябренком. У меня очень долгоиграющие дружественные связи, так скажем, да. У меня есть друзья, с которыми мы знакомы 25 и 30 лет. Там, Коля Фурасев и Маришка Ичен. И сейчас уже там даже, например, Кира Левина, с которой тоже около 10 лет знакома, с которой мы иногда совместно и пишем тексты. Ты же медицинский, по-моему, заканчивала, нет? Медицинский, да, педиатрический медицинский институт когда-то, да. Да, и буквально не так давно у нас была встреча моих коллег, моих однокурсниц по педиатрической академии, вот, Аида Хисумадевна, Наташа Ковалева. То есть, ну, на самом деле, если вот когда-то случилась дружба, она обычно и остается на очень многие-многие годы. Вот, тут есть мне чем похвастаться. Я людьми не люблю разбрасываться, я очень ценю дружеские отношения, и всячески их стараюсь сохранить. Не обижаюсь, не разочаровываюсь. Я понимаю, что это все, в общем-то, временно. И если человек сейчас поступил, как-то, на мой взгляд, некорректный, чем-то меня огорчило, я не ставлю клеймо. Это не значит, вот, как бы, теперь он в таком состоянии будет. Просто сегодня, сегодня это не его день. Просто такой сегодня день. Это не значит, что у него нет потенциала и нет возможности измениться в лучшую сторону. Сегодня он такой, а завтра он в сто раз будет лучше. Света, дорогая, горда сознанием того, что я твоя современница. На этой прекрасной ноте, на этой прекрасной ноте я хочу попрощаться с вами. До завтра. Тебе хороших дальше продолжений. Спасибо, дорогая. Да, да, продолжение эфира звонкого. Спасибо огромное. И 1 декабря в... Крокус-сити-холл. Да, Крокус-сити-холл на 15-летие оркестра. Все, пока. Ура. Вы знаете ее имя. Вы слышали ее голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайм».